Наша лекция будет посвящена методу Бахвалова-Победри Осреднение обыкновенных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами Периодические по координатам коэффициенты Мы сейчас довольно много информации получили Получили информацию о том, что такое эффективные характеристики, эффективные податливости Какие способы для этого применяются Их достаточно много Если бы я все перечислял, то, пожалуй, наши лекции Как минимум 4-5 лекций нужно было бы посвятить этому Потому что это еще с довоенных времен даже люди занимались композиционными материалами И, соответственно, там много интересных материалов Но на этом я не остановлюсь Потому что кто будет дальше композитами заниматься Либо писать диссертацию, либо диплом писать, либо на производстве где-то То тогда может прочитать это очень широко написано Практически все, кто пишет книжки по композиционным материалам Обязательно упоминают эти методы Поэтому сами разберетесь А вот методы осреднения – это вещь новая И эти методы начали развиваться Это, конечно, в том плане, в котором я говорю Начали развиваться на кафедре вычислительной математики Это была Бахваловская кафедра И на кафедре механики композитов Которая была организована на Мехмате И руководил ее Борисович Победря В основном эти методы осреднения были и начинались С рассмотрения периодически неоднородных композитов Композит периодически неоднородный Это означает, что коэффициенты или модули упругости Если это линейные задачи А в основном мы рассматривали линейные задачи Нелинейные задачи – это уже, так сказать, фигуры вишопа Пилотажа и только отдельные фрагменты У меня в курсе в самом начале Я рассказывал, что такое эффективные характеристики В случае нелинейных соотношений между напряжениями и деформацией А в остальном мы рассматривали случай фактически теории упругости То есть линейные соотношения Но вот и эти композиты с периодической структурой Периодическая структура – это, конечно, идеализация материала Но зато она позволяет продвинуться достаточно далеко в решении конкретных задач Так вот, что же такое период в структуре? Это выделяется некая область, которая повторяется Ну, если трехмерный композит, значит, по трём осям Повторяется регулярно Если это двумерный, ну, например, композит, который армирован волокнами Это, значит, такие цилиндры такие Вот это тоже ячейка Сечение – это есть ячейка периодичности Но они также повторяются только уже по двум осям Ну, ещё третий тип композитов – это слоистый композит Есть некий слой, состоящий из двух, скажем, материалов Который повторяется всё время по, значит, направлению одной из осей Вот это три типа композитов Называются периодически неоднородными композитами Ну, ячейка периодичности, в общем случае, когда имеется трёхмерный Вот у нас имеет такой вот вид Значит, это она для случаев размерной Я вот нарисовал, здесь L2 – это 4 мм, L1 – 2 мм И вот включение И вот повторением вот этих вот ячеек По одной оси, другой оси, по третьей оси Если это трёхмерная структура Получается некое тело композитное Так? Вот Здесь можно немножко по-другому подойти Ну, можем мы немножко поработать с координатами То есть свести, всё-таки здесь получается три размера L1, L2 и L3 Вот если ячейка такая в виде параллелепипеда прямоугольного Неудобно Поэтому делают масштабирование координат Задача уже поставлена То есть выписаны уравнения Выписаны граничные условия Ну и требования, что надо получить Так вот, прежде чем этим заняться Мы модернизируем эту задачу таким образом Значит, мы делаем преобразование координат Так, чтобы свести вот эту вот ячейку К ячейке с единичным кубом или квадратом Или там единичный этот самый размер Вот, это такое масштабирование производится Ну вот, значит, здесь у нас как Модули упругости Модули упругости С и Ж паре Они зависят от трёх координат Х1, Х2, Х3 Так, чтобы при добавлении К вот этим координатам Соответствующих целых чисел Равных одной из сторон ячейки периодичности Получалось одно и то же число Равняется С и Ж к Л От Х1 плюс К1 и Л1 Л1 это одна сторона ячейки периодичности Х2 плюс К2 на Л2 И Х3 плюс К3, Л3 Вот это равенство Давайте мы его поставим один Как раз и указывает, что Модули упругости являются Периодическими функциями координаты Х1 С периодами по оси Х1 Период Л1 По оси Х2, Л2 И, соответственно, по оси Х3, Л3 А К1 это любые целые числа Ну вот, конечно, такая ситуация Очень сложна для решения Если прямо в этих величинах решать Поэтому целесообразно сделать Масштабирование координат Вот И записать по-другому Вот если В каждой ячейке Вести координаты Локальные координаты Так Мы можем в каждой ячейке Вести локальные координаты З1, З2 и З3 Х1, Х2, Х3 Это глобальные координаты Начало координат Помещено в какой-то углу Любой из ячейк периодичности И вот Для того, чтобы записать Эту формулу в один Тогда можно будет Да, в принципе, даже можно В любом месте поместить И эта формула Станется справедливой Но нагляднее будет Когда мы помещаем В какой-то из углов Ну вот Так Будем считать Что З1 1, З2 И З3 Это локальные координаты Размерные пока что Да Начало координат Мы в каком-то из Углупыми пометим Ну, можно так написать Значит, З1 ИТ Больше либо равно 0 Но меньше либо равно Л и Т Вот Таким вот образом Они изменяются Да Ну и И равняется 1, 2, 3 Это формула 2 Поставим Вот Ведем Масштабирование координат Чтобы у нас Получился какой-то размер Л1 По всем трем осям Значит, мы будем так Писать З и Т Равняется Л З и Т Со звездой будем Да, помечать З и Т Поделить на Л и Т Ну и тогда Вот эти новые переменные Будут изменяться З и Т Со звездой Больше либо равно 0 Но меньше либо равно Л И равняется 1, 2, 3 Вот мы уже свели Равностороннему кубу Да Соответственно Будут Преобразовываться И Уравнения Ну Уравнения равновесия Движения Там Теплопроводности Любые уравнения Дифференциальные Но мы правда Только Рассматриваем Ну вот Я в своих Этих самых Рассматриваю Только Линейные Уравнения Потому что Переход к Нелинейным Задачам То есть Когда зависимость Между напряжением И деформациями Является Нелинейной Вот Тогда Она основывается Все-таки на Линейной Теории Сначала Сначала Надо изучить Линейную Теорию А потом уже Переходить Более сложной Теории Ну вот Вместо Размерных Да Вот мы Значит Вот таким Вот образом Перешли Масштабирование А теперь Перейдем К безразмерным До этого Введем Локальные Переменные Зета 1 Зета 2 Зета 3 Соответственно Таким образом Зета Ит Положим Равном З Ит Со звездой Поделить На Л Это уже Безразмерные Величины И соответственно Зета Ит Будет Больше Лебра Нулю Но меньше Лебра Ну Единицы Вот Мы И будем Такими Допустим Мы Какие-то Операции Проделали Значит Вот Эта Формула Ну Три Три Будет Проделали Какие-то Операции А нам Надо Теперь Возвратиться К Обратно К Нашим Постановке К нашей Постановке Так что Ставится Обычно Задача В размерных Величинах Чтобы было Более-менее Понятно Вот В курсе Дифференциальных Уравнений Там всегда Вещи Безразмерные Как правило То есть На теорию Размерности Там Нигде Никто Не обращает А в задачах Физики И механики Обязательно Размерность И кстати Есть Такая Теория Размерности Так Кто-нибудь Из вас Слышал Про нее Да-да-да Петерема Да Вот как раз Так Это В МСС Вам читали Да А кто Читал МСС Как А Ну Значит Это Люди Известные Так Значит Вот я Рассказал Вам Про локальные Координаты Вот Как это все Происходит С любой Ячейкой Периодичности Я нарисовал Самую простую Ну То есть Прямоугольную Всегда Можно выбрать Вот Даже Бывают Такие Ячейки Периодичности Ну Косоугольные Соответственно Я По-моему На первых Лекциях Это Показывало Когда Из И Причем Количество Ячейки Периодичности Которые Можно Представить Оно Практически Бесконечное Потому Что Ну На самом Деле Я возьму Две Ячейки Они Тоже Будут Единые Да Тоже Будут Ячейки Периодичные Ну И так Далее Ну Самую Минимальную Обычно Стремятся Самую Минимальную Выбрать И Самую Такую Простую Форму Ну Как правило Это Либо Прямоугольный Паралепипед Либо Если Допустим Линейно Армированные Композиты Ячейка В плоскости Да В сечении Композита Можно Вести Косугольные Ячейки Периодичности Так Это Удобно Чем Это Можно Тогда Принимать Теорию Функции Комплексного Переменного Для решения Задач А это Всегда Более Удобно Вместо двух переменных Одна З Только Так что Имейте это Ввиду Вот А теперь Как Обратно Перейти Ну Х КТ Я напишу Сразу Формулу Это Будет Л Размер Вот Который Мы Начали Ли Да На З КТ Плюс Л М КТ Число МКТ Это Ну Номер Как бы Ячейки Периодичности Куда Попадает Понятно Да Вот Что Непонятно А Это число Номер Ячейки Периодичности Нулевая Берется Да Значит Там Где Начало Координат Это Нулевая Потом Первая Вторая Ну Некий Порядок Нумерации Выбираем И вот Так Вот Значит Можно Считать Что МКТ 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 Вообще Здесь МКТ МК равняется 1 2 3 То есть Вот М1 Это по оси Х1 М2 По оси Х2 И М3 По оси Х3 И мы попадаем Ячейку Номер Который М1 М2 М3 Ну а М принимает Значения Целочисленные Значения Понятно Да Ну вот Теперь Нам придется Проводить Дифференцирование По Локальной Переменной Это локальная Переменная Безразмерная Вот Зета 1 Зета 2 Ну давайте Мы Допустим Мы имеем Какую-то Переменную Значит Какую-то Функцию Локальной Переменной Ну Обозначим Эту функцию А Зета 1 Зета 2 Зета 3 Нам требуется Подставить Эту функцию В уравнение Продифференцировать По Глобальной Координате Ну Можно Записать Так Поскольку у нас Периодически Неоднородный Вот Такое Уравенство Можно Зета 1 Плюс М 1 Так Зета 2 Плюс М 2 И Зета 3 Плюс М 3 Зета Это безразмерные Иначе число должно быть Просто безразмерное Правильно? Теперь дальше Продолжить Можно Это будет А От Х Х1 На Л Х2 На Л Х3 На Л Поскольку Функция Периодическая С Переменной Ил Безразмерная Тоже безразмерная Да? Можно Так Действовать Дальше можно Продолжить Это равенство Таким образом Это А От Х1 Поделить На Л И на Л Малое Л Большое Что такое Л Большое? Это характерный Размер Всего Тела Мы Уже Пояснили Что Л Это Мы Просто Любой Параметр Ну Например Одну Сторону Выбрали Ячейки Периодичные И к ней Относим А так Можно Произвольно Взять Любое Значение И Я поэтому В самом Общем Виде Написал Мало ли Кому Что Понадобится Вот Ну Вот Дальше Х2 Поделить На Л На Х3 Поделить На Л На Л Мало Поделить На Л Можно Сократить Получить То же Самое Что Вот Здесь Написано Ну Х3 Соответственно На Л Л3 Делить На Л Ну Или Тогда Вот Можно записать Следующим Образом А От Х Ит С чертой Поделить На Альфа Точно И 1 2 3 Х и т Вот Что Такое Х с чертой Это Я вот Здесь Вот Писать Пока Ит С чертой Х и т С чертой Это Очевидно Здесь Х Тяжко Делить На Л Малое Нет На Л Большое На Размер Характерный Размер Тела Ну и Тогда После того Как мы Это Разобрали Мы можем Провести Дифференцирование Обычно Вводятся Безразмерные Координаты И Безразмерные Глобальные Координаты Тут Надо Локальные Координаты Которые Связаны С ячейкой И Глобальные Координаты Я могу Вводить Локальные Безразмерные И связывать И с Глобальными Размерными А могу И глобальные Тоже Безразмерными То есть Глобальную Координату Можно Поделить На Размер Тела Какого-то Например характерный размер по поперечнику вот что такое характерный размер это всегда надо просто смотреть на задачу и выбирать можно разные выбирать эти размеры вот такое понятие тем не менее существует и вот когда у нас мы все прояснили нам надо найти d a d x и t с чертой вот таким вот образом а а у нас зависит от быстрой переменной от это вот эту локальную переменную безразмерно называют еще потому что она в малом размере ну сама по себе меняется и очень это так классики николай сергей бахвалов и борисович победы назвали да и других книгах я не встречал а вот быстрые переменные этого бахова советую вам обзавести этой книгой бахвалов панасенко и победра механика композитов а бахвалов тоже так ну вот дальше тогда это обозначается таким образом а запятая битая и как это связано с с локальной переменной то вот после если мы вернемся к этим формулам и посмотрим внимательно то это получится единица на альфа д а о d z это это или это можно так обозначать единица на альфа а черта это то есть черта это как раз обозначает по дифференцирование вот этой величины и завище от быстрой переменной по быстрой переменной у нас по глобальной переменной безразмерной это просто произвела запятая и будет как а если вот такая используется то это вот будет для а по d z это это ну вот это мы давайте поставим как меня здесь формула 5 вот в задаче а задача это что такое то есть тело какое то есть уравнение внутри тела и есть граничные условия для того чтобы выделить единственное решение разные могут быть граничные условия я не конкретизирую понятия все равно должно быть и вот мы провели такие операции тело периодически неоднородно и мы ввели быстрые переменные то есть сделали их масштабирование все как положено это если самом общем виде рассуждать и в этом в этой задачи появляются малые параметры что дальше делать как вы считаете этим надо воспользоваться раз появляется задачей и в уравнениях мы ведь должны перейти в этих уравнениях исходных к таким вот безразмерным величинам ну давайте а что а да 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 и это я так заговорился альфа ну вот чтобы начать более сложную задачу давайте одномерную задачу посмотрим это самая простая задача и на ней все станет ясно а потом уже будем рассматривать случай общий случай композита с ячейкой периодичности объемный одномерная задача это случай когда у нас слоистый материал то есть она одномерность значит у нас плита некая вот покажите нам плиту вот значит это плита нагруженная постоянной нагрузкой ну очевидно что уравнение описывающее здесь поведение под нагрузкой этого этой вот плиты это будет одномерное да обыкновенное дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами точно также стержень вот такой вот я его нарисовал ну мне показалось это красиво таких конечно конструкций может и не делают но вот тоже здесь вот период у нас видите это вот синяя бутылка что ли вот их три периода здесь у нас слой из двух разных материалов это вот одномерные композиты вот тогда давайте мы запишем задачу для этих случаев ну мы уже перешли к безразмерным переменным вот и тогда будет такая вот такая вот здесь у нас модуль простая вещей от быстро переменной которая каждом люди изменяется от нуля до единицы вот д у под и x плюс объемная нагрузка от x равняется 0 и такие условия на концах u при x равном 0 равняется u0 и теперь e от z это du по dx при x равном l l это у нас отрезок или длина этого вот с той же точно так же и для плиты равняется минус p0 то есть сжатие показано вот эти уравнения будут все вместе 6 то есть это вот постановка такая задача ну понятное дело что это дифференциальное уравнение которое можно аналитически написать но мы применим к этому малые параметры а для этого надо свести задачу так чтобы появился здесь малый параметр здесь у меня размерные величины x это размерная величина а вот зависимость е записано в локальных переменных могу я так сделать? могу конечно почему бы и нет только там дальше малый параметр это альфа, да? а? ну малый параметр да, альфа, да отношение ячейки l к длине самого стержня то есть задача должна быть так, чтобы ячеек было очень много почему? может быть и одна ячейка только альфа тогда будет равно единице но почему? нет, ну подождите математика не мешает этому сделать все проделать можно так вот это меня и засмущало в свое время так? я когда делал вот эти все я думаю, а почему? может быть и единица и мне удалось получить точные решения для полос неоднородных вот причем просто неоднородных не обязательно периодических потому что я вот озадачился именно этим вопросом что такое z? вот пояснить здесь z в этой формулах в этих формулах это равняется x поделить на l минус x поделить на l и вот такая конструкция вот кто знает что это такое? целая часть а? да целая часть с недостатком по-моему потому что внизу эти эти самые если вверху то это с избытком будет ну или это будет просто-напросто вот такое x на l а это что? это дробная часть дробная часть это дробная часть да ну вам уже это рассказывали да? на каком-то из математических курсов решение этого уравнения очевидно и вот оно имеет такой вид у от x равняется у 0 плюс интеграл от 0 до x здесь у нас будет минус p0 плюс интеграл от z до l до l большое так что-то странно ну ладно я напишу то что у меня может быть здесь я как раз проверьте сами да x большой от y до y вот скобка закрывается ну наверное тогда все-таки до x а p вот это сейчас z злить на z на e от z до y что-то ерунда какая-то ну ладно пусть так остается да я вот это вот поставлю l потому что его тогда надо вытащить из-за знак интеграла правильно если проинтегрировано ну пусть посмотрите сами там и мне самому надо тоже посмотреть перейдем перейдем к безразмерным координатам x с чертой равняется x поделить на l вот и тогда будет уравнение принимает вид d x с чертой e от это плюс x с чертой от x с чертой равно нулю вот и граничные условия такие u при x равном x с чертой равно нулю равняется u ноль дальше e от z на d u d x с чертой при при x с чертой равном единице мы получаем минус p 0 с звездой ну вот у нас такие здесь u при x с чертой равном нулю есть u ноль вот вот так она и осталась а вот для p со звездой будет такой вот такое выражение так да значит у нас там x со звездой p со звездой будет l умножена на p о и теперь вот x со звездой давайте x со звездой будет такое l квадрат на x от x с чертой ну вот все значит это формула 9 вот эту поставим как у меня здесь записано ну вот теперь что сделаем надо дальше интегрировать у нас ведь вот оно само уравнение да так подождите что это такое это ерундак а вот д по дх чертой е от зета вот я пропустил да да ду по дх а что ж вы молчите по дх чертой чертой ду с ду по дх чертой ду по дх чертой ду по дх чертой ду по дх сейчас плюс икс вот так икс звездой от икс чертой вот так вот да здесь мы здесь поделить на или здесь поделить и мы перенесли ее вот как раз л квадрат сюда да поэтому вот так значит это уравнение было 7 а вот это граничные условия 8 8 ну дальше пойдем ну зета это как обычно это икс чертой поделить на альфа как мы вот уже здесь икс чертой ну я напишу давайте лучше зета это икс чертой поделить на альфа плюс м это целое любое число вот только здесь дробная часть дробная часть дробная часть вот равняется икс чертой на альфа минус 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 с чертой на альфа вот такая целая часть да вот как раз вот это выражение мы и будем использовать нам будет надо будет дифференцировать под икс чертой выйдет вот этот параметр альфа значит мы смотрим теперь на это выражение как его записать будем считать что у нас пока считать будем что е это непрерывная функция но в принципе можно считать что е это разрывная вот как у нас на рисунке было да а для того чтобы показать как вся процедура осреднения проводится непрерывным является только все вот это произведение то есть у нас у непрерывно но производное разрывно е разрывно но вот эти два разрыва взаимно уничтожаются и все и все вот это произведение на три скобки будет непрерывным но мы пока будем считать что непрерывное е и ду по dx да да а наверное в том верхнем выражении идем из этой аморексады есть такое решение поставить ага ну что то я тут здесь слесарил не то но это я посмотрю ну это не влияет на дальнейшее рассуждение вот дальше мы записываем предполагаю что вот здесь можно дифференцировать до их чертой мы запишем это уравнение таким образом это я тоже сотру анонон не нужно мы будем иметь ввиду значит получится е на у два штриха это производные два штриха плюс единица на альфа е вот здесь я ставлю не штрихи здесь это штрихи штрихи это производная по безразмерной координате а вот это поскольку е у нас функция быстрой переменной вот у нас ставится таким вот образом вертикальная черта у штрих тут конечно надо ставить аккуратно чуть-чуть наклонил уже будет штрих получится плюс икс с звездой равняется нул вот это уравнение десять и мы будем дальше использовать тот факт что появилось у нас здесь появился малый параметр видите как долго мы шли к этому в современных книжках сразу говорят вот есть малый параметр решения будем искать вот в таком виде ну до этого надо еще самому что-то поделать чтобы понять как же это происходит значит очевидно поскольку есть малый параметр решение должно зависеть от альфа линейная у нас задача да поэтому мы будем искать в таком виде у от x альфа x с чертой да равняется альфа равняется в от x с чертой альфа плюс альфа на н один вот только от z на v штрих по x с чертой тоже от альфа на всякий случай вставлю потом станет понятно что запись это и излишнее дальше ну и плюс и так далее альфа квадрат и так далее н2 вот можно написать плюс и так далее равняется я сейчас сумму напишу равняется сумма по q равняется нулю до бесконечности n qt от z на v qt производная по x чертой и альфа соответственно ну n 0 раздейственно равно единице вот это формула номер 11 ну vqt это производная qt его порядка по x чертой поэтому я пояснять не буду значит у нас u искомая величина v неизвестная n тоже все неизвестные правильно вот что-то может быть не то но вот сейчас мы попытаемся дальше будем искать нам надо первая производная и вторая производная вот эпсилон равняется u штрих штрих это ну или получается так сумма по q равно единичке до бесконечности альфа в степени q минус 1 n qt вот этот штрих плюс плюс n q минус 1 v производная видите на обыкновенных дифференциальных уравнений вся процедура попонятнее если сразу начинать с трехмерной задачи у вас быстро все затухнет в моргах и дальше уже все не получится поэтому да да а да должно быть да альфа в степени q а что вы все все молчите только он не дает мне завраться вот надо как-то вот альфа в степени q естественно должно быть ну вот так так значит первую производную мы нашли теперь вторую производную ну найдем вот нам ведь здесь тоже присутствует напряжение да это е умноженное на эпсилон штрих правильно вот мы эпсилон штрих нашли то есть на эпсилон значит сигма равняется е на эпсилон ну или это получается такое такое выражение ну я напишу это е на у штрих равняется а вот сами дальше это будет формула тринадцатая вот эту часть надо перенести только умножить на е вот дальше а вот теперь уравнение равновесия фигма штрих то есть дифференцировать надо уже вот такой ряд умноженный на е ну я запишу и на этом мы остановимся продолжим так дальше дальше значит получается это е на у штрих со штрихом это равняется сумма по q равно единице до бесконечности альфа в степени q минус 2 и значит вот такое выражение е скобка n q с чертой плюс n q минус 1 так скобка квадратная закрывается и производная под зетом плюс е n q минус 1 с чертой плюс n q минус 2 так n q минус 2 фигурная скобка закрывается и на в q плюс x с звездой равняется нулю здесь черточки везде зависит от зета значит черточки да n зависит от зета вот поэтому я черточки везде ну можно было бы и зная что n зависит только от зета можно было бы ставить штрихи соответственно и понимать тогда что это производная хотя зета связана с x и можно функцию от зета дифференцировать по глобальной координате так что черта должна быть обязательно вот ну вот так очень хорошо хорошо теперь вот что сделаем значит у нас смотрите при q равном единице получается единица на альфа да если дробить структуру то альфа стремится к нулю так вот и соответственно все выражение в фигурных скобках и вообще все это выражение будет самое первое значит слагаемое в этой будет бесконечности стремиться значит при q равном единице все что в фигурных скобках надо положить равном нулю поскольку n неизвестные нам их требуется тоже найти вот мы начинаем потихоньку нарабатывать информацию чтобы найти эти функции ну заранее скажу что их называют структурными функциями вот значит когда мы дальше а все остальные вот эти коэффициенты которые здесь ну мы просто объявим что должны быть такие n функции n2 n3 и так далее чтобы все что в фигурных скобках была постоянной величиной так тогда уравнение 15 сводится к такому уравнению сумма по ком равняется двойке до бесконечности я объясняю тот метод который был изначально предложен Николай Сергеевичем похвалом да можно еще раз что мы предполагаем что в фигурных скобках есть постоянная величина для q равняется 2 3 и все да ну вот я пишу сумма q равняется двойки альфа в степени q минус 2 здесь аж q минус 2 ну я вот давайте я поставлю что вот это выражение аж q т аж 1 равна нулю просто ну потому что надо будет либо писать лишь что-то вот v q производная плюс x звездой и x со звездой от x чертой равняется нулю ну можно это и по-другому записать заменить на q на q плюс 2 так тогда q будет от нуля ну так можно записать давайте запишу на всякий случай это будет сумма по q равно нулю до бесконечности альфа в степени q h q так аж q так и да на v q плюс 2 плюс x со звездой плюс x со звездой равно нулю вот ну эти уравнения 16 все эти уравнения 16 все эти уравнения вот эти два ну вот сразу мы можем написать первый слен так то есть для рек для вот этих n функций мы можем написать цепочку уравнений я почему так подробно я хочу чтобы вам было понятно если говорить вот отсюда следует то и дальше потом вот на этом сделаем то так неправильно было бы вот ну вот значит уравнение для структурных функций е n 1 производная плюс единичка потому что n 0 здесь а n 0 это единица помните значит вот штриху равно нулю дальше е n 2 со штрихом плюс n 1 штрих плюс е n 1 со штрихом плюс е плюс единичка равняется h 0 ну вот вот здесь у нас как раз да h 0 появится первое можете индексы продиктовать на втором что там 2 а плохо видно да нет вот это 1 или 2 это вот второй один а а а а тоже 1 вот если если кому-то непонятно давайте это вопрос важный так дальше ну а дальше все остальное вот там n 2 это значит е n qt со штрихом плюс n q минус единичка квадратные скобки закрываются штрих не штрих а ну вот эта черта плюс е n q минус 1 со штрихом плюс n q минус 2 h 2 равняется равняется h q минус 2 ну и q здесь изменяется от двойки можно от единицы даже потому что получится у нас отрицательная да отрицательная это не от q равня ну q больше либо равно двойки скажем так вот вот такая вот система уравнение значит я отсюда нахожу ну интегрирую да дифференциальное уравнение первого второго порядка вот соответственно значит вот эти функции структурные функции находятся если мы решили это уравнение значит можем решить второе то есть найти n2 и так далее тут такая система рекуррентных уравнений но для того чтобы единственное решение найти мы должны наложить какие-то условия ну вот сейчас пока мы не будем касаться этих условий а мы вот что значит сделаем смотрите у нас вот здесь под знаком производной должна быть непрерывная функция либо тогда обобщенные функции это еще усложняет нам задачи да вот значит непрерывная хотя е может быть разрывной и вот это вот комбинация тоже может быть разрывной да но вот произведение этих двух будет непрерывной и периодической n это периодические функции зависящие от z мы их вот так и вводили е у нас тоже периодическая хотя она может и разрывной быть тоже а n непрерывная n непрерывная вот но вместе вот с этой и тут здесь производная то ну значит это какая-то пила получается да чтобы было в местах перехода от одного к другому был скачок вот в том же самом скачок и е и вот они друг друга убивают вот и получается непрерывная квадатик значит то что под знаком фигурных скобок это непрерывная функция и значит если я проинтегрирую по от нуля до единицы то это будет 0 ну или среднее значение будем брать здесь у нас безразмерные а когда размерные лучше брать среднее значение по области определения этих функций да а это 0 единица и так значит мы считаем что е n qt со штрихом плюс n u минус единичка со штрихом да так это непрерывная периодическая функция да я беру среднее значение вот этой штуки и на концах это интеграл производной значит это значение вот этих величин в нуле минус в единичке в единичке минус в нуле наоборот да это же интеграл ну давайте расшифровать что это такое это единица поделить на единицу ну на период интеграл от нуля до единицы от этого вот n q плюс n q минус единичка вот d z это равняться должно нуду так значит я теперь осредняю уравнение вот это для q больше либо равных двойки и получаю значит смотрите я получаю тогда как вот эти константы которые мы просто положили и ничего о них больше не могли сказать а сейчас мы можем сказать что оказывается эти константы выражаются через средние значения вот этих вот выражений то есть можем написать такое выражение что h qt я сразу меняю пределы значения для q вот h qt будет равно среднему значению е n q плюс 1 плюс n qt закрывается и среднее значение при q равном 0 1 2 3 и так далее вот мы нашли как связаны эти константы ну первое уравнение мы решаем находим n 1 после этого раз мы нашли n 1 находим h 1 h 0 потому что при q равном 0 вот здесь будет n 1 со штрихом а n 0 это единица все замечательно нашли h 1 потом h 2 потом h 3 и так далее все бесконечное количество уже уменьшилось произвола правда остались да и структурные функции мы можем найти но надо учесть факт периодичности то есть значит вот это уравнение второго понятка которое интегрируется с точностью до двух константов неизвестно да их надо как-то убрать так вот предлагается следующее ну во-первых среднее значение n функции непрерывной и периодической она же непрерывная и периодическая правильно среднее значение n qt а равно нулю при q большим единицам q больше нуля нуля больше нуля только потому что n 0 есть единица а средняя единица никак не может быть нулем правильно вот раз и второе второе вот факт какой значит н это функции локальные такие да а в это глобальная функция и тот ряд который мы в разложении брали там значит так в плюс н 1 умножить на в штрих плюс и так далее все производные так вот значит чем мелче структура тем тем скажем так по ячейке периодичности сама в функция и все ее производные практически не меняются константами являются так и тогда вот это говорит о том что если мы осредним u представленные в виде ряда то средняя от u будет само v так это уже можно этого не принимать можно и по-другому но вот как сделали осы основатели этого метода значит это правильно потому что с дроблением структуры это все больше и больше похоже на правду то есть если мы я ряд весь осредню то получу значит если ну такое произведение производных да произведение там как там u равняется v плюс сумма по q равно единичке до бесконечности n qt на v qt производная вот значит u средняя получится равняется v поскольку она от быстрой переменной не зависит да плюс сумма по q равно единичке до бесконечности n qt средняя на v qt тут тут надо написать вот что это стремится к вот этому выражению да при альфа стремящимся к нулю то есть с дроблением структуры ну то есть этот момент самый непонятный ну вот его накладывают как раз считают что все n функции n qt штрих здесь ну что же вы молчите n qt штрих это понятно периодическая функция правильно а вот теперь я обосновал что и сама функция тоже равна нулю при q больше нуля ну вот эта вещь очевидна для периодической непрерывной функции да а вот это вот это называется условия нормировки функций можно их брать и по другому я пытался делать потому что мне самому поначалу было непонятно откуда вдруг выпрыгнуло вот это условие и только вот когда я сам прорешал при других значениях значит на функцию n мне стало понятно почему это так ну а дальше когда мы будем искать вот решение вот этих вот уравнений мы поймем что на самом деле оно автоматом выскакивает все внуку